Так, Константин, день добрый. Андрей, привет. Давно не виделись с тобой. Боже мой, тебе нравится моя кепка? Замечательная кепка. Хорошо. Теперь скажи, тебе нравятся данные про инфляцию? Данные про инфляцию мне не очень нравятся. Почему? Данные про инфляцию мне не очень нравятся, потому что она, конечно, не ускорилась, это здорово, но она все равно остается высокой. В пересчете на год 9,1 с авиаперелетами, 10,1 без авиаперелетов, ну то есть все равно много. До цели 4% это далековато. Понятно. И вот твой выбор. Я слышал, что выбор грамотных людей покупать облигации с дюрацией полтора года плавающей. Мой выбор сейчас не спешить. Дюрации, ну не дюрации, там если плавающий срок, короткие флоутеры, понятная история. Высконадежные короткие флоутеры, понятная история. Фиксы короткие для компаний, где есть уверенность в бизнесе, тоже вполне себе история, потому что там 25% годовых доходностей для AA у нас, за 30% у нас синглой уже улетел. Ну то есть, в общем, там есть на что посмотреть. Про BBB вообще молчу и про BBB. Но там сейчас страшно. Все переживут. Что нового на канале Тихие Деньги? Не спрашивают тебя такой вопрос хайповый, вклады заморозят ли? Нет, не спрашивают. Ну а про вклады заморозят много раз говорили же, что нужно что-то еще. Эти деньги уже в экономике, они там уже крутятся, уже там работают, поэтому нужно что-то еще для того, чтобы какая-то логика была. Условно, давайте заморозим вклады и ставки по этим вкладам понизим. Вот тогда смысл есть. Появится, по крайней мере, ну не появится долгосрочный источник офондирования. Они уже в кредиты ушли, да, но появится сверхприбыль банков, которые потом смогут ее в бюджет в виде налога заплатить. Или второй вариант, не надо ничего морозить, просто давайте налог на сверхприбыль по вкладам введем. Словно, 10% это норма, а все, что выше, это вот прям ужас-ужас. Поэтому с ужас-ужаса давайте еще заплатим. Ну ты по-настоящему меня не успокоил. Какая мне разница, если я попаду под нож хирурга, так у меня заряжет или так заряжет? Слушай, ну как бы риски. Либо принимаем, либо уходим. Вариантов нет. Да, неприятная ситуация с рисками, конечно. А что сейчас некоторые люди говорят, что банки могут закачаться, останется только пять банков? Слушай, ну... С банками у нас риски вообще никогда никуда не девались. Но мелким банкам будет сложнее сейчас. Это факт. Потому что, с одной стороны, клиентская база ограничена, с другой стороны, все вот эти надбавки ЦБшные, все требования к капиталу, они общие для всех. Вот. А когда я маленький, у меня не могу поставить сильно больше ставку по вкладам, потому что... Ну, не могу я таких рисковых кредитов выдавать, нет. ЦБ делает это очень дорогим. А тот же СБЕР достаточно поставить такой же уровень, как у меня, и народ побежит там, условно, в СБЕР, в ВТБ, в ГПБ, то есть большие банки, там, в Альфу тоже. Получается, что мне маленькому тяжело. То есть у меня фондирование дорогое, деньги несут с трудом, приходится, условно, там, занимать на том же межбанке, там тоже дорого. Вот. И кредиты я не могу выдавать лучше других, потому что ЦБ это сделал все дорогим для капитала. То есть пойдут занимать у того же СБЕРа, условно. Да, у меня еще и лимиты ограничены. Ну, вот со всех сторон тяжело. И, ну, с прибылью будет сложно, поэтому, если я маленький банк. Если крупный, все прекрасно. У меня, как бы, и база широкая, и клиентская, и заемщиков, и филиальная сеть огромная. С этим как-то смогу. Ну, мы же говорим, что у нас крупный банк это прокрасит российскую экономику. Кого он только не кредитует. Если экономика начнет сильно морозиться при таких ставках, то, наверное, это отразится. Во-первых, заемщик станет надежным, совсем не станет. То, что были надежные, станут ненадежными. А те, кто хотел пойти на решение бизнеса, скажут, идите вы нафиг все. Да, нормально. Но при этом, если я большой банк, то дефолты я постараюсь разбавить. У меня много заемщиков. У меня больше возможностей еще их собрать. А во-вторых, если я большой банк, то, ну, вернее так, даже если я маленький был, но большому, опять же, проще. Ну, я просто буду ставки по депозитам ниже делать. Тем более, там, с точки зрения текущей ликвидности, краткосрочной ЦБ, тоже определенные инициативы предложил, чтобы у банков вот на коротком сроке с деньгами проблем больших не возникало. Ну, и все. И тогда мне вклады дорогие уже не нужны. И просто я буду снижать. То есть, опять же, я не исключаю ситуации, когда вот в текущих условиях при высоком ключе, но при замедлении экономики ставки по вкладам начнут снижаться. Потому что просто столько денег... Ну, деньги не нужны, да. Таких дорогих не нужно будет. Согласен. Согласен. Рынок акций подпрыгнул на этой неделе, ну, не только же облигации лины подпрыгнули. Тебе эта тема интересна? Джампы эти? Ну, джампы игнорировать бессмысленно, но участвовать в них просто вот не готов. Почему? Потому что джамп, знаешь, угадал, не угадал. У меня вот с угадыванием настроений, именно не связанных с экономикой, как-то вот я не дружу. Тем более, что условно, да, понятно откуда позитив, там геополитика, но, предположим, сняли санкции или вообще ослабили. И вот наше старшее сырье вернулось на глобальные рынки, там, европейские, американские. И что? И что будет с ценами на это сырье? Да, мы сейчас, может быть, сопоставимые объемы, но, скорее всего, чуть меньше продаем в Китае, и Китай меньше покупает у других стран сырья. Замечательно, то есть просто перераспределилось. Но если мы добавим все-таки что-то еще сверху на рынок, да, или сможем удержать, поставить цену ниже для того, чтобы вернуть себе покупателей своих за счет того, что логистика станет проще, ну, так глобальные цены на сырье, значит, тоже будут снижаться. Раз. Раз. С другой стороны, если мы добавим объем, у нас будет больше валютной выручки, и это поддержит рубль два, и в таких условиях у нас экспортеры снизят де-факто свою выручку в рублях. Затраты у них, как минимум, на кадры выросли. Ну, и вот получается, что ничего хорошего для экспортеров может и не оказаться, как сказать, позитивного может не случиться для экспортеров. Им станет жить тяжелее. Позитивный, есть только у позитива. Ну, для позитива тоже понятная история, да. Не надо, все хорошо будет, потому что позитив выходит на внешние рынки. Уже 8% по плану доходов будет от экспорта программной страны БРИКС. Ну, а куда деваться позитиву? Потому что в Коммерсанте была заметка, на которую обратил внимание недавно, про реестр отечественного ПО, что туда включают, как я понял, туда включаются внутренние продукты крупных компаний. Ну, словно там какой-нибудь Газпром, свою систему управления предприятием делает. Он ее использует, он знает, что ему нужно. У него есть ресурс, чтобы самому разрабатывать. И вроде все замечательно. И чтобы импортозамещению соответствовать, ну, окей, включил его в реестр. А в итоге у нас таких крупных компаний есть. Они тоже потенциальные были потребители при переходе на импортозамещение. Но оказывается, что им и не надо. Они сами сделают. Ну вот, да. Оказывается, есть. А это значит, что надо тогда как-то дальше куда-то двигаться. У тебя есть какой-то взгляд на рынок акций или нет? Ну, на рынок акций пока вот все, что вижу, это краткосрочный оптимизм, а дальше как пойдет. Слушай, а может, мы тебя заменим на политолога? Меняй! А они-то все знают. Они тебе расскажут. Они же под столом прячутся, когда у Трампа совещание, они под столом. Потом вылезают и все вещают. Под столом ты имеешь в виду, они вот это, как вот эти игрушки, которые на палечные такие. Трамп и, значит, у них Байден. Ой, слушай, вот вообще на самом деле любопытно, что как дальше пойдет, потому что... Ожидания есть, сформировались у нас уже давно, и рынок эти ожидания отыгрывает. Вяло, кстати, отыгрывает, пока я не вижу каких-то там суперростов. То есть мы выросли, откатились, опять выросли. Ну, понятно. Все-таки на настроениях тяжеловато так разгоняться. Но что будет, вот это очень любопытно. Потому что, как бы там политологи не говорили, но вспоминая, как, например, с Китаем себя Трамп вел, он же достаточно такой товарищ нетерпеливый. Пошло не так, как он хотел. Отказали. Все, значит, там, пошлины, тарифы и сверху еще... А тот еще он контролирует все ветви власти, поэтому протолкивали бы свои решения весело. Поэтому, условно, если вдруг не договориться, что там случится, сложно представить. Ну, рынок стоять на месте не будет. Те, кто занимается спекуляциями, они, так сказать, должны быть рады, потому что рынок спать не будет при Трампе. Это да. Любой чих. Но, опять же, отчасти это будет не экономический фактор. И, как люблю говорить, такую не сильно полезную для инвесторов разу высокая волатильность на рынке. Ну, просто колбасить будет рынок. Осторожно надо смотреть. Ну, то есть... Понятно. Что нового на канале Тихие Деньги? На канале Тихие Деньги разобрал бюджет в итоге 10 месяцев. Впереди у нас куча размещений флоутеров, про которые будут писать. Вот Кокс разобрал, они отложились, им и рейтинг понизили, и прогноз негативный поставили. Фосагра собирать. Симпл будет размещаться. Они ориентир поменяли. Ну, то есть, вот... Самолет. Мы ждем самолет от тебя. Вот. А, да, по самолету надо просто посмотреть, а что у него с финансами, попробовать вот эту модельку скомпоновать. Как он вообще переживет? Что ему... Или так, что будет, если... И что может сделать самолет для того, чтобы пережить и выжить? Мне кажется, немножко чрезмерно эмоционально с самолетом все прошло на прошлой неделе. Ну, посмотрим следующее. В долгую, конечно, страшновато с самолетом что-то делать, но вот когда такие сильные проливы, в моменте это всегда... Ну, всегда вызывает желание нажать определенные кнопочки. Спасибо большое, Константин, за короткое... Короткое... Продолжение следует...